Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем производить профессиональный подбор автомобиля вместе с Владом. Влад, расскажи, пожалуйста, что мы будем сегодня смотреть? У нас сегодня подопытный Chevrolet Cruze. Будем смотреть, проверять автомобиль на предмет каких-то скрытых недостатков. Визуально автомобиль у нас целый, то есть, в принципе, абсолютно пригож для того, чтобы его взять и приобрести. Но мы сегодня посмотрим и покажем, что можно обнаружить при покупке автомобиля, дабы уберечь себя от нежелательных затрат и дальнейших проблем. А проблемы, друзья мои, могут быть очень серьезные на самом деле. Но обо всем по порядку. В общем, сейчас с чего начинаем? С кузова? Да, мы проверяем сначала, осматриваем кузов. Начнем без толщиномера, то есть, визуально, на что нужно обратить внимание. Как понять, что элемент красился или подвергался какому-то ремонту. В общем, начинаем, да, с кузова. Все, погнали? Погнали. Друзья, на самом деле, вот такую ситуацию, когда вы приезжаете и смотрите не очень хорошие автомобили, вполне возможно предотвратить. И для этого можно использовать сервис проверки юридической частоты автомобиля, Автокод. Здесь можно получить полный отчет по автомобилю и в случае чего сразу отказаться от, ну, такого какого-то хламоватого варианта. Можно увидеть, был ли скручен пробег, находится ли автомобиль в залоге или розыске, узнать количество владельцев. И перед самим осмотром можно увидеть, была ли машина в авариях, и если да, то какие элементы требуют повышенного внимания. Также вы увидите, если автомобиль использовался в такси или на ней висят какие-то неоплаченные штрафы. Таким образом, вы узнаете всю информацию по автомобилю, не выходя из дома. И сразу поймете, ехать смотреть такой автомобиль или же нет. Ну, а если вы поняли, что этот вариант вам не подходит и нужно продолжать поиск дальше, то вам пригодится раздел Автокод поиск. Здесь собраны объявления о продаже со всех досок, то есть вы можете буквально в одном приложении найти автомобиль и сразу же его проверить. Друзья, специально для вас в описании под этим видео есть ссылочка. По ней вы можете оформить 15% скидку на отчет и 7 дней бесплатного пользования Автокод поиск. Так что не теряем время и бегом выбирать автомобили. Так, друзья, ну, приступаем к осмотру. Значит, первое, с чего нужно начать, это осмотреть кузов визуально. То есть на предмет каких-то повреждений, начинаем с мелких таких повреждений, которые сразу бросаются в глаза. То есть, например, вот у нас отходит бампер от крыла. Мы видим по шагрени также, что у нас бампер окрашивался. Также мы видим, что фара передняя правая у нас сильно не в зазор идет. То есть у нас увеличен зазор и фара гораздо ниже, чем крыло. То есть, соответственно, можем предположить, что сюда было какое-то ДТП. И нам нужно обратить особое внимание на этот участок автомобиля. Далее. Как определить, допустим, или как постараться определить без толщиномера, окрашено ли у нас крыло. То есть мы внимательно осматриваем элемент. Мы ищем какие-то вкрапления. Мы ищем какие-либо, вот, например, потертости. То есть, вот, я не знаю, камера передаст или нет. То есть у нас есть вот такие вот горизонтальные линии, которые оставляют маляры при подготовке элемента под окрас. Соответственно, со временем краска ложится более глубоко и появляются вот такие вот впадины. Вот. Далее идем. Осматриваем. Что первое еще в глазах ставится в глаза? Крашен элемент зеркальный. Это не критично. То есть это могло просто пострадать в процессе, там, например, автомобиль стоял долго на солнце. Элемент мог выгореть. Это пластиковый. Но все равно мы смотрим, обращаем на это внимание, так как здесь это может быть следствие того, что произошло что-то, например, здесь. Также обращаем внимание, но на маркировку стекла. Здесь мы видим, лобовое стекло заменено в 2023 году. Также, да, датировку обращаем внимание. То есть по какой причине. То есть на данный момент мы прошли меньше 1,4 автомобиля, но мы уже обратили внимание на те моменты, которые немаловажны при выборе автомобиля. Так как это следствие тяжелого ДТП. Далее осматриваем, также проверяем все маркировки на стеклах. Здесь также вот у нас идет стык бампера с крылом. То есть мы также видим повреждения. Соответственно, крыло целое, а повреждения на бампере есть. Но так не бывает, что в районе крыла на бампере есть повреждения на крыльне. Значит, соответственно, мы делаем вывод, что крыло у нас окрашивалось под определенным углом. Мы видим вот они. Здесь под цвет, я не знаю, как-нибудь показать, что есть вот некие впадины. Это тоже просадка называется по краске. Да, видно. Да, вот. То есть также делаем вывод, что этот элемент красился. Также вот по передней части, например, часто бывает после ДТП, но вот здесь, например, целый подкрылок. Но вот с обратной стороны у нас есть, сейчас покажу, что вот здесь у нас обломан пластиковый подкрылок. То есть это, соответственно, тоже следствие какого-то ДТП. Вот, например, возьмем также это крыло. То есть тоже мы видим, что шагрень очень сильно отличается от заводской. Также, если внимательно присмотреться. Это нужно просто смотреть под углом же, правильно? Да, это нужно смотреть под углом, также подойдя к автомобилю, немножечко хотя бы вот со стороны, с метра, вот, достаточно. Вот. И мы увидим волнообразное покрытие, лакокрасочного покрытия. То есть это, в принципе, ну это некачественный ремонт. Бывает же и качественный ремонт. Также вот, например, на примере этого крыла. Также вот есть мусор под краской. Мусор может встречаться также и на некрашенных автомобилях. В основном это современные европейцы, BMW, Mercedes. У них даже на силовой части может встречаться прям грубый мусор, прям песок. Вот. Но, опять же, это все нужно в дальнейшем проверять. Сейчас у нас задача осмотреть визуально, на что мы больше всего будем обращать внимание. Также у нас вот выходит, например, с моей вот стороны, у нас сильно выходит крыло из зазора. Получается. Ну да. От двери. Да. Очень сильно выходит. То есть это прям такое, что очень сильно бросается в глаза. Естественно, мы можем обращать внимание и на вот такие царапины, но, в принципе, для нас это не критично. То есть автомобиль бэушный, автомобиль больше 10 лет. То есть вот такие мелкие повреждения, они нас не должны смущать. То есть это легко ремонтируется и никакого серьезных последствий никаких это не приведет. То есть наша задача определить тотальные последствия после ДТП. Вот. Но уже на таком этапе мы можем, в принципе, брать толщиномер и проверять, насколько же все-таки был критичный ремонт. То есть толщиномер, он больше служит для того, чтобы определить количество шпаклевки, крашенный элемент. То есть определить уже, в общем-то, не проблема. Также видим то, что по задней части было какое-то соприкосновение, бампер поврежден, бампер идет вот такая паутинка. То есть, соответственно, его догоняли. То есть нужно желательно поднять пол, посмотреть состояние герметика, состояние металла, есть изоломы на автомобиле в задней части. И, естественно, желательно посмотреть снизу, потому что сверху часто бывает накладывает шумоизоляцию товарища Перекупа, вот, дабы скрыть вот такие вот дефекты. Тогда возьмем сейчас толщиномер и пройдемся по кузову, будем искать критичный момент. Воспользуемся мы, как обычно, толщиномером Корсис Автоподбор. Именно этот прибор мы используем для того, чтобы быстро и качественно осмотреть любой автомобиль на наличие следов сложного кузовного ремонта. Этот толщиномер нам покажет наличие цинка, магнитную шпаклевку, а также весьма быстро и очень точно расскажет о толщине лакокрасочного покрытия. Меньше половины секунды на одно измерение, и вы абсолютно точно узнаете про кузовные секреты конкретного автомобиля. Плюс к этому, заказывая Корсис Автоподбор, вы получаете пожизненную гарантию от нашего отечественного производителя. Ссылочку на прибор я оставлю в описании к этому видео. Итак, взяли толщиномер, приступаем к измерению лакокрасочного покрытия. Принципиально всегда начинаю с крыши, потому что даже при полном обливе автомобиля чаще всего крыша не обливается. То есть мы знаем примерные показатели, которые должны быть у нас при некрашенном элементе. То есть вот 105, 111. Каждый элемент минимально мы 12 точек должны осмотреть, потому что часто бывает, что профессиональные маляры делают косметический окрас с переходом. С таким, что даже визуально его очень сложно будет определить. А уж тем более толщиномером, когда основной элемент у нас идет под прибор, а какой-то незначительный угол, там буквально 2-3 сантиметра, могут быть окрашены и окрашены со шпаклевкой. То есть на это тоже нужно обращать внимание. Сейчас мы не будем каждый элемент тыкать по много тысяч раз. Сейчас наша задача просто показать вам, на что обращать внимание при осмотре автомобиля. То есть крышу мы посмотрели, крыша у нас оказалась в родном окрасе. Дальше мы переходим к стойкам. Стойка. Вот у нас уже идет завышенные показания по прибору. То есть мы видим здесь начинается окрас 148. Пока не критично. Вот косметика 216, 196, 208. То есть пошло на увеличение. То есть наша задача обнаружить, помимо косметического окраса, еще также исключить наличие шпаклевки на элементе. Особенно его повышенное. Да, вот оно. 1280. То есть это уже до тысячи считается терпимым. Вот у нас, пожалуйста, 320. То есть все, что свыше тысячи, это однозначно рано или поздно лопнет. Ну, конечно, если же прям маляр максимально качественно все нанес, там соблел всю технологию, то возможно... Что вряд ли. Да, что вряд ли, потому что это автомобиль бюджетный и, как правило, используется бюджетный ремонт. То есть вот у нас под толстым слоем шпаклевки расположена вот эта арка на крыле. Соответственно, наш интерес обязательно должен сфокусироваться на проеме. Так как здесь слишком большой слой, соответственно, и здесь, скорее всего, у нас есть окрас. Но вот опять же, не используя толщиномер, уже сразу, что первое бросается в глаза, это апельсиновая корка и переход, который здесь сделали. Ну вот, может быть, конечно, на камеру не так сильно видно. Опять же, вот он, мусор. То есть мы уже уверены, что у нас окрашен вот этот элемент. Вот у нас мусор, вот здесь у нас переход. Вот он, он идет, вот такая апельсиновая корка. Ну и берем толщиномер, дабы убедиться в своих словах. 156. Да, проемы у нас всегда от основного кузова, родного окраса, должны примерно в половину быть меньше. Показания 168. Вот, пожалуйста, шпаклевка 500. 1000. 1000 это для проема особенно, это уже очень критично. То есть здесь, возможно, производился какой-то серьезный кузовной ремонт. Но, вот, пожалуйста, 2500. 500. То есть вот в этом участке в основном. Слушай, это какая-то врезка? Вот, чтобы проверить нам это, нужно немножко покопаться и углубиться. То есть есть у нас вот такие вот уплотнительные резинки. Мы их легким движением руки вот так вот срываем. Вот, и смотрим. Значит, здесь у нас точка. Вот идет точка заводская. Точка это соединения сварные, получается, внутренней части кузова и внешней. Соответственно, это все идет по заводу. Но вот этот вот переход, вот в этот вот нахлест, это, соответственно, не завод. То есть вот здесь вот у нас просто спрятали вот это вот. Да. И вот что уже тоже бросается в глаза, это наличие шпаклевки у нас вот здесь. Вот здесь, естественно, уже никакая точка никуда не попадает. Качество ремонта, ну, оставляет желать только лучшего. Ну, отвратительное, по-моему. Да. Ну, это я мягко очень выражаюсь. Вот, соответственно, опять же, ну, шпаклевка и шпаклевка. А дальше что? Что же делалось у нас с крылом? А дальше мы еще глубже вот так вот отрываем смело. Вот. И видим, что шпаклевка, в принципе, вот здесь-то она и прекращается. Вооружившись фонариком, вот, мы заглядываем внутрь, заглядываем внутрь, и мы видим вот здесь вот сварку, сварку незаводскую внутри. Вот. Также видим шов. Вот. Там не очень хорошо видно, конечно, на видео. Ну, к сожалению, да, но я думаю, что можно вот так вот сейчас подойди поближе, внутри покажи с обратной стороны, что у нас идет точка незаводская сварная. Ну, так себе видно. Ну, да, вот. Вот так вот видно, да. Но он с внутренней части там, да, больше идет. Вот. Это уже, конечно, считается очень критичным. И, как правило, такой автомобиль, не как правило, а, в принципе, нормальный автоподборщик никогда не порекомендует к приобретению. Почему? Объясню. Так как здесь было все-таки, что мы убедились, что был сильный удар. Вот. Здесь возможны изменения геометрии. То есть, по-хорошему, если все-таки автомобиль нам крайне интересен, здесь обязательно нужно проверить все-таки сход-развал. Вот. Потому что, возможно, было смещение геометрии, соответственно, будет стирать резину. На автомобиле на таком ездить небезопасно. Безопасности у нас здесь, естественно, отсутствует, но здесь она и не регламентирована комплектацией. То есть, ее у нас здесь нет. У нас безопасность стоит, да. В подушке, да. Еще, что мы можем обязательно, вернее, нужно проверить, это наличие маркировки на ремнях безопасности. То есть, вот здесь она у нас... Где ее смотреть? На разных автомобилях по-разному. Вот. На данном случае у нас находится вот на самом вот этом вот замке. Так. Вот. И здесь мы видим цифры. Вот у нас одиннадцатый год. То есть, это у нас соответствует году выпуска автомобиля. Может быть, на год раньше отличаться. То есть, но главное, чтобы не годом или там более позже, потому что это уже, соответственно, выпускалось позже. То есть, это будут отработанные уже ремни безопасности, которые... Да, и обязательно проверяем ремни на срабатывание. Здесь у нас ремень очень, кстати, сильно затянут, но все равно срабатывает. Также смотрим здесь, спереди. Тоже одиннадцатый год. Все соответствует. Вот. Подушку вот эту мы можем только прощупать. Вот. Но опять же, она могла быть и заменена. Здесь уже... Какой-то куклы могут заменить? Да, конечно. Очень легко могут заменить. И больше скажу, можно сделать даже компьютерную диагностику. Даже если она там отсутствует, она будет отображаться, что она есть. Будет иметь сопротивление. Но по факту она не будет работать, так как это всего лишь обман. Она просто... Да. Она уже стреляна. Да. Обязательно нужно залазить под панель в таких случаях. Но опять же, у нас было соприкосновение по передней части. Обязательно наличие подушки безопасности нужно проверить. Кстати, обратите внимание, тоже, конечно, это не совсем похоже на именно замену подушки. Но насколько неаккуратно обходились с автомобилем, то есть вот такие вот повреждения имеются. Вот. Снимаем боковую панель обязательно и проверяем наличие подушки безопасности. Так, покажу, как можно снять боковую накладку и посмотреть наличие подушки безопасности. В идеале иметь вот такие вот съемники. Они обеспечат безопасное вскрытие пластика без повреждения. Вот. Но, конечно, можно и с подручными средствами, там, отверткой чем-то поддеть. Но тут уже при согласовании с продавцом, так как можно... Пластик может пострадать. Да, повредить, пострадать. Но, конечно, если у продавца вот в таком состоянии сверху пластик, то я думаю, он не сильно огорчится. Он, да. Вот. Значит, вскрыли мы боковую накладку. Светим туда фонариком и, соответственно, ну, можно и дать телефон. Да, я вот так. Он, наверное, не поместится. Так, вскрыли мы подушку, вернее, боковую накладку подушки. Кстати, здесь тоже у нас имеется маркировка, можно проверить. То есть, это мы видим оригинальный элемент General Motors. Вот. И год выпуска также у нас отмаркирован. Здесь десятый год выпуска, что тоже подходит нашей рамке. Вот. Чтобы убедиться в наличии подушки, нужно посветить туда фонариком, посмотреть. Но на многих автомобилях бывает очень много электрики всякой всячины там насовано. И просто глазами не увидеть подушку, даже пиропатрон не увидеть. Соответственно, у нас в подборе имеется такой аппарат, называется эндоскоп. И мы обычно смотрим состояние двигателя внутри. Но мы также можем его использовать для осмотра скрытых полостей вот в автомобиле. Сейчас мы возьмем его и покажем, как можно им посмотреть. Так, ну, вот такого плана у нас эндоскоп. Эндоскоп, в принципе, в очень хорошем качестве снимает. Делает и фотографии. Вот это у нас изгиб для снятия тоже вот в скрытых полостей. Целится осмотр клапанов. Вот. И что очень удобно, его можно использовать с телефоном. Он сохраняет все файлы также на телефон. Качество при этом не теряется. И раньше мы просто по старинке использовали ноутбук. Потом планшеты появились. Вот. А сейчас достаточно иметь просто с собой телефон. И вот такое вот приспособление. Так, ну вот у нас получается запитан первый патрон. И вон там вот мы видим подушку безопасности. Вот где желтый идет. Это не стрелянный пиропатрон? Нет. У нас не стрелянный пиропатрон. Ага. Хотя, вот вопрос есть. И я бы все-таки сейчас больше внимания этому уделил. Потому что у нас вот есть, например, что-то видно на гранях вот болта. Ага. А у нас видно, что было какое-то физическое воздействие. Ну да, его крутили. Его крутили. То есть разбирали консоль. Да. Соответственно, я бы вот именно этому внимания очень сильно уделил. Потому что, возможно, просто заменили подушку безопасности. То есть, по факту, сейчас она будет на месте. Но сам факт переустановки нужно установить. Поэтому дополнительно. В каких случаях эти пиропатроны обычно крутят? В случаях, ну, чтобы восстановить. Чтобы восстановить именно безопасность машины, да? Да, безопасность, конечно. То есть, какой-то удар. Но, то есть, в какой-то момент, когда еще владелец был при деньгах, да? Возможно, это был первый владелец. То просто он решил... Да, восстановить подушку безопасности, чтобы дальше эксплуатировать автомобиль безопасно. Но в этом нужно быть уверенным, что восстановили качественно и грамотно. Потому что не каждая восстановленная подушка безопасности гарантирует то, что она сработает. Поэтому такие автомобили не рекомендуется приобретать. Так, ну и в продолжение. Так как мы обратили внимание, что здесь у нас в этой части было ДТП, на что же внутри все-таки стоит обратить внимание. Ну, опять же, сразу бросается в глаза то, что был ремонт фары. То есть, здесь наложен не по заводу герметик. Маркировки вообще, в принципе, отсутствуют на этой фаре. Слушай, ну тут и фары-то не оригинальные, да? Да, фары не оригинальные. То есть, это вообще какой-то... И крепление. То есть, крепление у нас отсутствует, фары. Ну вот, также вот здесь, вот с этой стороны покажи. То есть, мы видим, что вот в этих вот местах вот есть повреждения металла и краски. Соответственно, как бы вот эта часть у нас немножко подвергалась ремонту. Вот. И, в общем, в дальнейшем мы проверяем, опять же, крученные болты. Смотрим. Вот. В принципе, это видно как бы невооруженным взглядом. Хотя сейчас научились делать так, что болты, в общем, визуально будут целые. Ну, это, наверное, на каких-то таких машинах по дороге. Да, на таких уже более дорогих автомобилях. Вот. И там только вот прям практически под микроскопом нужно смотреть и проверять. Вот. Здесь у нас крепление целое, да, но фары у нас не оригинальные идут. Также обязательно проверяем силовую часть. Вот. Но вот помимо кузова, на что еще можно вообще попасть? Что, в принципе, самое дорогое в автомобиле? Это у нас, естественно, опять же, кузов, двигатель и коробка. Вот. Так двигатель все-таки... Как же нам проверить? Без специальных приборов, вот без эндоскопов. Для начала нужно визуально его осмотреть. То есть, здесь у нас, видно, мы по клапанной крышке масляные, даже не запотевание, а вот прям течь. Прям течь. Да, то есть, это серьезно. Дальше снизу. Здесь снизу пошло. Также вот конкретно на этих моделях, на этих моторах обязательно нужно проверять наличие вин номера. Ой, не вин номера, номер двигателя, чтобы он читался. Потому что страдают вот именно эти моторы, что на Chevrolet, что на Opel, сгнивает полностью номер. И, соответственно, без экспертизы вам на учет легальным образом никак не поставить такой автомобиль на учет. Поэтому тоже обязательно будьте внимательны, расположен он внизу. Вот. Ну и, опять же, пока не завели двигатель, минимальное, что мы можем сделать, это открутить маслозаливную крышку. Смотрим, у нас тут прям такая густая эмульсия. Эмульсия, да, огромная. Ну, сейчас весна и стабильно тепло уже давно у нас, в принципе. Вот. Единственное, мы пока не знаем, насколько давно стоит этот автомобиль. Вот. То есть, может быть, какое-то образование эмульсии. И вот с ними внутри тоже у нас на, вот, получается, скрепление распредвала болты, тоже все эмульсии. Вот. Мы смотрим еще также на наличие нагара, наличие лаковых отложений внутри мотора. То есть, что нам может дать, так скажем, ответ или подсказку на то, что у нас повышенный расход масла. Или же сильно изношена... Это еще до запуска. Да, это до запуска. Мы проверяем, смотрим. То есть, это доступно. Масло, уровень масла смотрим. То есть, ну, в идеале, конечно, нам сейчас протереть и еще раз замерить. Но мы сейчас, как бы, так ускоренно все это смотрим. Вот. После этого мы запускаем двигатель. Обязательно попросите владельца, чтобы до вашего приезда не запускал мотор. Почему это важно? На цепных моторах вы можете услышать повышенную работу, громкость работы цепи. То есть, это уже в ближайшем вы попадете на... Пусть не на очень большие деньги, но на замену цепи комплекта вы попадете. Также, может быть, при пуске обязательно обратите внимание на состояние выхлопной системы. У вас может появиться сизый дым. Но, опять же, если здесь у нас есть эмульсия, может и белый густой дым появиться. То есть, это уже вопрос к прокладке ГБЦ. То есть, у нас, скорее всего, может пропускать антифриз. Так, ну, в общем, запустили двигатель на холодную. И уже мы слышим дополнительный стук, который не должен находиться на автомобиле. Конечно, после этого прям приговаривать двигатель еще не стоит. Но нужно обязательно сделать эндоскопию. Посмотреть состояние цилиндров, состояние поршней, состояние клапанов. Конечно, так стучать может и гидрокомпенсатор. В общем-то, в этом ничего страшного нет. То есть, нам нужно будет обычное обслуживание. Но, чтобы убедиться, все-таки требуется проделать эндоскопию. В общем, что мы сейчас и сделаем. Так, друзья, ну, освободили мы свечные колодцы от свечей для проделывания эндоскопии. Ну и, соответственно, обратили внимание на свечи. В каком у нас они состоянии. Свечи в очень большом нагаре. То есть, однозначно рекомендована их замена. Но нам это говорит о следующем, что есть расход масла. Также вот мы в момент откручивания видели, что, вот, например, вот здесь хорошо видно. Вот на резьбе масло. То есть, это в свечных колодцах у нас уже масло есть. То есть, это замена тоже прокладки клапанной крышки. Там мало того, что на свечах, там еще и на насадках. То есть, прям, все в масле. Да, на катушках. Так, ну, в общем, залазим камерой. У нас сейчас, получается, первые и четвертые цилиндры подняты. Мы сейчас посмотрим второй и третий, чтобы долго не смотреть, не ковыряться. Так, ну, выпускаем сначала во второй. Смотрим. Да, ну... Мультик нам сейчас пока отлично. Получается, там видно на камеру? Да, 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 видно. Ага, сейчас я вот так. Вот у нас идет полоса. Получается, здесь начинается образование задиров. Вот у нас, то есть, наличие хона идет. Вот у нас это хорошо. А вот здесь у нас уже стенка поршня начинает тереться от цилиндра. То есть, от этого может уже появляться вот тот звук, который у нас был. Но это, конечно, еще не супер критично, но уже начало конца, так скажем. Так, теперь... Вот здесь у нас вот такие вот следы имеются. Это тоже... Красота. Мне хорошо. Смотрим, переворачиваем камеру у нас на клапана. Здесь клапана сухие, в принципе, но такой легкий нагар, так скажем. В принципе, ничего критичного нет. Сейчас залазим мы в третий цилиндр. Также смотрим поршень в легком нагаре. Тоже не особо критично, как бы все. Но, опять же, хон у нас уже подстерся. То есть, местами он проглядывается, но в основном уже стер. То есть, уже не особо эффективное, получается, у нас идет снятие масла со стенок. Вот, сейчас перевернем, посмотрим клапана. Вот у нас тут уже... Ууу, прям жир. Да, на клапанах масло. То есть, это маслосъемные колпачки. Скорее всего, у нас пропускают, и от этого у нас имеется расход масла. Вот, то есть, вот непосредственно в этом участке. Вот, поэтому мотор, конечно, еще не прям мертв. Вот оно, масло, кстати. Да. Про которое мы говорили. Колонцы вообще просто. Вот, мотор, конечно, не прям мертв, но в ближайшее время потребует дорогостоящего ремонта. Поэтому, такие, конечно, уже автомобили не рекомендуется приобретать. Либо согласовывать с продавцом скидку уже на соответствующий ремонт. На ремонт. Да. Друзья, вот сегодня мы показали вам, как выбирать автомобиль, куда смотреть, на что обращать внимание. Влад, конкретно по этой машине, какие вообще у нас выводы? Ну, выводы однозначные. То есть, такой автомобиль в рамках подбора я не рекомендовал бы никому. Вот, то есть, соответственно, у нас здесь полный набор. И проблемный мотор, ну, в плане имеет, который проблемы сейчас на данный момент. И в ближайшем временем потребует ремонта. У нас здесь масса окрасов, как косметические, так и со шпаклевкой. Но самое главное, у нас есть по задней правой двери, заднему правому проему, критичный ремонт кузовной. То есть, с возможным изменением геометрии. То есть, это обязательно, если, опять же, автомобиль интересен нам, мы проверяем, делаем сход-развал. То есть, если это возможно сделать и не было у нас никаких поведений, то, в принципе, автомобиль приобретать можно. Но не рекомендуется, потому что шпаклевка свыше тысячи, она рано или поздно все равно лопнет. Тут только зависит уже от мастера, насколько качественно она была наложена, как были соблюдены технологии и все остальное. В общем, да, автомобиль можно отнести к автохламу. Вот. Прям настоящий, прям настоящий хлам перед нами. Поэтому своим клиентам я ни в коем случае такой автомобиль не порекомендую. Так что, друзья, на сегодня это все. В следующих видео будут другие автомобили. Я думаю, не менее богатые истории, которые мы, конечно же, вам покажем. Спасибо, что смотрели. Вопросы задавайте в комментариях. Там же, соответственно, будут и контакты. Спасибо, Влад. Да, пожалуйста. До новых радостных встреч. Всегда рад. Всем пока.